Выходила на дверь Катюша, на высокий дверь на кругу. В годы Второй мировой Катюшу на разных языках пели партизаны Италии, Греции, Франции. Её и сегодня можно услышать во всём мире. Куплеты популярной военной песни в День Победы звучали в торговом центре Атом. Музыкальный флешмоб организовали учащиеся школы номер 20 вместе с родителями. Это спонтанное мероприятие для наших деток. Честно, подглядели в ютубе. Очень идея понравилась. Пришла в школу, поговорила с своим классом. Десять человек активно сказали «да». И, соответственно, пошла в начальную школу, где мы как бы с первым классом были. Учитель тоже на ура. И пошёл шумок по школе, что вот такое происходит. И, соответственно, тут с первого по седьмой класс. День Победы – праздник особенный. Он, как никакой другой, каждый год объединяет людей. Поэтому к музыкальному флешмобу с удовольствием подключались многие посетители торгового центра. День Победы – это великолепный праздник, который объединил всех людей благодаря ветеранам. Мы должны благодарить наших дедов, отцов, которые участвовали на войне или были в это время. Если бы не они, мы бы сейчас, наверное, не смогли вот здесь стоять и петь. Для меня это честь – петь здесь для своего деда, для всех ветеранов, которые защитили нашу страну. Под аккомпанемент баяна школьники исполнили песни «Смуглянка», «Синий платочек» и «День Победы». А все, кто принял участие во флешмобе, получили сладкий подарок. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.